анекдот подходит чуров к путину и говорит владимир владимирович у меня для вас две новости одна хорошая другая плохая с какой начать путин говорит ну давай с хорошей вы победили на выборах он а плохая за вас никто не проголосовал всем привет несколько раз мне в сети попадалась любопытная информация о способах фальсификации результатов выборов не могу утверждать что именно эти способы являются решающими или то что они обязательно будут но тем не менее сами по себе при всей их примитивности лично мое внимание привлекли и я решил этой информации поделиться с вами для начала скажу что на каждых выборах существуют люди которые называются наблюдатели и как правило они от разных кандидатов многие из них идейные наблюдатели даже если один такой будет то при попытке подделать результаты и как вы понимаете если эта попытка будет не в пользу его кандидата он такую бучу может поднять что мама не горюй поэтому вбросы про которые я рассказывал ранее и про которые столько сюжета в ютубе это немного устаревший способ так как сильно бросающийся в глаза хотя наверное действенный раз такие попытки были раньше как не покажется странным сторонником бойкота или просто людям которые ни во что не верят но бюллетень это документ строгой отчетности и их выпущено определенное количество каждая неиспользована бюллетень после выборов должен фиксироваться а сейчас внимание я расскажу о тех возможных способах фальсификации результатов выборов которые мне понравились пока я буду рассказывать о способах обмана нас с вами предлагаю поучаствовать в голосовании правом верхнем углу белый кругляшок последних двух роликах я тоже такое делал но об этом не сказал и на него почти не обратили внимание а жаль нажмите на напротив той фамилии за кого вы планируете голосовать у меня все честно фальсификации не планирую просто любопытно наверное как и вам и так начну первый возможный способ подделки результатов как я уже сказал бюллетени тех кто объявил бойкот и не пришел по идее должны быть пересчитаны информация не должна быть документально зафиксированы но это так должно быть а на практике в таком бюллетене скорее всего поставят галочку за кого нужно а ваша подпись в наглую подделывается так это или нет можно попробовать проверить прийти минут за 5-10 до закрытия избирать на участка и посмотреть а не стоит ли уже напротив вашей фамилии подпись если такое нарушение есть то сразу рекомендую сфотографировать этот факт а также можете вызвать полицию и фиксировать данное нарушение также вместо многими агитируемого бойкота наверное логичнее испортить бюллетень тогда по-любому ваш голос это будет голос против всех второй возможный способ подделки результатов в кабинках для голосования есть шариковые ручки которыми голосующие ставят галочки так вот в этих ручках очень даже может быть вставлен стержень с исчезающими чернилами в наше время при желании найти такой не проблема а уж тем более для организатора выборов президента так вот приходите ставите галочку напротив фамилии своего кандидата а уже через несколько минут квадратик где вы поставили галочку совершенно чист чернила испаряются и потом там ставят галочку нормальной ручкой напротив той фамилии какой захотят и все шито крыто даже подпись вашу подделывать не нужно поэтому наверное если вы предполагаете такой способ вашего обмана то не рекомендую пользоваться предложенными ручками и уж тем более карандашами а приходите со своей а еще наверное желательно прийти пораньше со своей ручкой желательно еще одним стержнем и просто на всякий случай заменить их пасту в их ручки своей пастой тем самым вы поможете другим людям не быть обманутыми тем более что они вполне возможно будут голосовать за того же кандидата что и вы третий способ подделка бюллетеней то есть вам изначально дают фальшивый бюллетень и рисуйте там что хотите все равно в конце его просто выкинут а взамен возьмут ваш настоящий и поставят там галочку за кого ну неважно главное не там где поставили ее вы и опять же не нужно поделать вашу подпись журнале в этом случае решение наверное должно быть таким внимательно узнаете изучите заранее как должен выглядеть настоящий бюллетень а также во время голосования обратите внимание может на бюллетень есть ошибки или отсутствуют важные детали например логотипы там рисунки или еще что то подобное если такое нарушение есть то также наверное нужно сфотографировать этот факт вызвать полицию и фиксировать данное нарушение кроме того во всех трех случаях желательно привлечь на внимание позвать наблюдателей просто окружающих чтобы этот факт нельзя было замять согласитесь прикольные способы при всей их простоте может именно поэтому власти всех зовут на выборы так как они уверены что про эти способы никто не знает и при любом результате они смогут сфальсифицировать выборы а совсем не потому что сделать их легитимными как говорит навальный ваша подпись будет а дальше дело техники а еще лучше если вы бойкотировать выборы собрались тогда даже невидимые чернила и фальшивые бюллетени на вас тратить не нужно если честно лично я думаю что видимая часть выборов это шоу а результаты фальсифицируются уже дальше когда машина подсчитывает голоса ведь это же машина как и запрограммируют так и будет а программируем ее совсем не мы с вами к сожалению и тем не менее вдруг вы заметите что-то что сегодня услышали то может хоть нервы пощекотите этим шоуменом пошумите полиционеров позовете какое-никакое развлечение выходной день честно говоря а вдруг не все так печально не все еще потерянный шанс есть любое шоу при желании может пойти не по плану если людей проголосовавших одинаково будет подавляющее большинство то этот факт не сможет скрыть ни одно правительство и не обращайте внимание на название ролика все в наших с вами силах пожалуйста кто понял о чем речь распространите это видео как можно больше так как до выборов осталось уже совсем немного времени и об этих возможных ухищрениях нашей власти должно узнать как можно больше людей ставьте лайки это поднимет видео в топе подписывайтесь на канал белая рысь чтобы не пропустить очередной ролик оставляйте комментарии опять же не забудьте проголосовать вопросе белый кругляшок верху справа на экране всем спасибо за внимание пока